Можно ли разбогатеть Финляндию, имея фирму? И проблемы у русских, которые здесь покупают, здесь это никогда работать не будет. Столкновение культуры. Да. Здорово, дорогие друзья. Сегодня обсуждаем строительный бизнес в Финляндии. И меня пригласили в гости в одну строительную фирму. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вас пригласили в город Турку. Строительную фирму Турмбетоний Саумов. А по-русски это как? Это бетонные швы города Турку. Представь себя. Я Сергей Капанин, я предприниматель, наверное, уже, я даже не знаю, сколько лет. Двадцать. Лет пятнадцать точно я предприниматель. То есть, занимаюсь разными бизнесами. Мой основной бизнес это, наверное, строительство и что связано с продажами. Я такой бизнес-движок, скажем, все обычно называют. Понятно. По твоему рассказу я понял то, что ты недавно, совсем недавно купил вот эту фирму, где мы сейчас находимся, в городе Турку. Да? Да, ровно три недели назад. Чем фирма занимается? Это общестроительная работа. То есть, компания, данная компания вообще создана была в 2000 году. То есть, сокращение ТБС, официальное название Туром Бетони Саумос. То есть, сделка, на самом деле, была не покупка компании, а была создана новая компания, на которой была продана деятельность старой компании. То есть, как бы это юридически немножко по-другому, но получается, из старой компании переходит собственность, недвижимость, например, сотрудники, договора и так далее. То есть, как бы, например, те деньги на счету, которые были у той компании, не обязательно в данной ситуации переводить на новую компанию. То есть, это как бы разделяет немножко там ответственность и так далее. То есть, получается, покупка деятельности компании. То есть, получается, у тебя сейчас фирма есть и в Тампер или где ты живешь? Я живу в Тамппере, да. Ты из Тамппере приехала, да? У тебя фирма в Тампере есть? У меня нету строительного бизнеса в Тампере. У меня строительный бизнес, вторая компания Кюмперакеме. Такая, это генподрядчик большая. Она у меня в Хельсинки. А, да. Так, ты живешь в Тампере, у тебя в Хельсинки фирма и в турку. А следующая фирма-то где будет? Нет, у меня еще есть и другой бизнес. Я занимаюсь импортом резины в Финляндию. То есть, легковые и грузовые покрышки. Я так достаточно много путешествую, езжу и занимаюсь отопительной щепой, энергию продаю. Хорошо, у тебя много разных фирм, много деятельностей. Давай сейчас поглядем на эту тему. Сейчас такое время очень сложное, да? А на данный момент я вижу, что по городу Турку еду, и вижу, что дороги строятся, дома строятся, то есть строительный бизнес расцветает. Да, он не остановился во время короны, он не остановился. Вообще в Финляндии, если посмотреть статистику, то есть недвижка падала, наверное, в 2008 году, был какой-то маленький спад по продажам квартир. То есть это стабильный такой рынок, который постоянно растет. Если мы сравниваем, например, с Россией или с Дубаем, с какими-то такими странными, где резкий скачок недвижимости в цене, потом может быть большой спад, то в Финляндии вся статистика, она постоянно идет наверх. То есть поэтому как бы строительный... Я не могу сказать, что там прям какой-то строительный бум, просто, наверное, просто больше страва делается в какой-то момент инфраструктурной стройки, то есть именно деньги в инфраструктуру. Сейчас много делается дорог и так далее. Но Финляндия отстает по развитию, по дорогам и по всему, поэтому здесь много чего еще надо делать. А я вот всегда думал, что Финляндия как раз строит бизнес, это вот он на какой-то высоте. Я бы не сказал. То есть здесь очень много чего не сделано, очень много чего не доделано. Если мы сравниваем там со Швецией, с Норвегией или еще что-то, там намного всего развитие. То есть мы пока отстаем. А сравнить с Россией, с матушкой? Ну, извините, там деньги. Тем, кому надо, там делят все между собой. То есть там немножко по-другому. Понятно. То есть держать строительный бизнес в это время выгодно? Ну, наверное, с точки зрения экономии, да. Ты купил, получается, акции, да? Мы создали новую компанию с старым владельцем компании, который владел 100%. Мы с ним создали новую компанию 50 на 50, что очень редко на самом деле, когда нет управляющего партнера. То есть это открыли новое акционерное общество. Смотри, когда ты покупаешь какую-то фирму или когда ты заинтересован какой-то фирме, всегда интересен годовой оборот, правильно? Ну, ты же наверняка это первое число, которое ты сам смотришь, да? Ну, конечно, годовой оборот сотрудники, что фирма может делать, какую прибыль приносить и так далее. То есть почему вот в данной моей ситуации было куплено, например, 50%, да, то есть а не 100%. Например, генподрядчик, который у меня в Хельсинки, моя вторая компания, там мы понимаем, мы владеем ей 100%. Вот. Здесь я владею 50%, потому что здесь движок данного проекта является тот человек, который в свое время организовал этот бизнес. То есть я вхожу сюда как второй движок, но который не сможет, наверное, полностью сосредоточиться на этом бизнесе и управлять им здесь локально. Поэтому нужен второй партнер, который должен это все делать. И поэтому мы как бы с старым владельцем договорились, что он останется в доле и мы будем вместе дальше продвигать это. Вот. И, ну, оборот этой компании, он был там от 5 до 10 миллионов евро в год. Это хороший показатель. Ну, для строительства бизнеса это такой средний показатель, это средняя такая компания, да. То есть здесь было в лучшие времена, наверное, до 100 строителей работало. Сейчас около 40 человек. Ну, это, во-первых, эта компания является субподрядчиком, да. То есть это не генподрядчик, а именно субподрядчик. То есть работает под большими строительными компаниями. То есть выполняет определенные, маленькие какие-то тендеры или еще что-то участвует. Вот. То есть, ну, на сегодняшний день практически у нас все работы расписаны до конца года. Что у нас тут? Девятый, десятый, десятый, десятый. Ну, четыре месяца. То есть у нас все расписано. Следующий год пока не ясен. Но учитывая, что сейчас происходит в строительной отрасли, то есть мы не видим никаких таких вальчих рисков, что все должно дальше двигаться. Сколько у вас работников? В этой компании сейчас где-то 35, по-моему, человек. Есть иностранные работники? Да, есть эстонцы, да. Русские есть? Я даже не знаю, есть у нас русские. Ну, со стороны Прибалтики. Советские люди, да? Советские люди, понятно. Сложно ли быть бизнесменом в Финляндии вообще? Ну, смотри, я вообще, я же приехал в Финляндию в 12 лет. То есть я здесь учился. То есть я как бы начал заниматься предпринимательной деятельностью в 25 лет еще, когда я учился в Амадикорке. Это как у нас там? Это высшее техническое образование. Высшее техническое образование. То есть я инженер, электрик, или как по-русски правильно сказать, всякку инсинерии по образованию. То есть я уже начал в то время заниматься бизнесом каким-то. То есть там начиналась продажа техники в Россию, потом открыл первую строительную компанию для строительства для русских, потом у меня там был и рыбный бизнес, и производство черной икры. То есть ты всю жизнь, свою сознательную жизнь в Финляндии всегда был предпринимательной? Ну, после того, как я уже отучился, то есть я не могу сказать, что я вижу как-то, как можно работать на кого-то, для меня это очень тяжело. Это тяжело, да? Да, то есть для меня, я как человек, и вообще по жизни мыслю везде, и во всем как предприниматель. Поэтому как бы я, наверное, не тот человек, который ответит тебе правильно на этот вопрос, и как это все услышат. Я вхожу, наверное, в этот определенный маленький процент, который мыслит по-другому. Но ведение бизнеса в Финляндии, оно, конечно, на самом деле сложное. Если вот ты, наверное, хочешь задать вопрос, стоит ли русскому, который приедет сюда, да, там открыть свой бизнес? Ну, конечно, это тяжело. Если ты открываешь какой-то маленький ресторанчик, и с кем-то на пару там занимаешься, что-то делаешь, и тогда, наверное, как-то это еще можно. Но там много юридических вопросов, в котором ты, не зная, есть ли языка там, и не зная местных норматив законов, ты, может быть, попадаешь под что-то. А если ты хочешь рулить большим бизнесом, здесь возникает, опять же, у тебя должен быть хороший штат сотрудников, которые это умеют делать профессионально. То есть просто вот так приехать, например, с России, я там, вот, посмотрел, где-то объявление продается, что-то, вот, давай я приеду, куплю, это будет мне приносить денег. Это очень сложно. То есть должен быть локальный движок, который двигает этим всем, то есть который занимается, который этот бизнес поддерживает на плаву. То есть просто так купив, ну, скорее всего, очень часто, что будет так, что он утонет. И проблема у русских, которые здесь покупают, бизнесы, которые они покупают с подходом к этому бизнесу, так как они вели его в России, здесь это никогда работать не будет. Столкновение культур. Как два айсберга. Да, это так и на самом деле. Хоть цель у всех, наверное, одинаковая, но разный подход к бизнесу. И вот я вот как раз и являюсь, может быть, у меня во многих бизнесах есть партнеры, я и являюсь именно вот этим движком, который как бы вот это все устаканивает так, так, чтобы это все работало и могло дальше двигаться. Можно ли разбогатеть Финляндии, имея фирму? Да, конечно. А что именно нужно? Чем заниматься? Работать надо. Да, просто работать, да? Надо много работать. Да. Ну, а как вот можно вот так вот поймать своего клиента, найти свою клиентуру, найти вот свою стихию, где можно... Слушай, ну, в бизнесе очень важно это репутация, да? Когда ты делаешь и отвечаешь за свои слова и делаешь хороший, хороший, качественный продукт, к тебе люди обязательно вернутся. Поэтому, если ты что-то сделал ради того, что что-то очень дешево, чтобы это продать, ну, это в долгосрочку это не работает. Поэтому, как бы, здесь все зависит именно от того, от самого себя. Сможешь ли ты создать качественный, хороший продукт, сможешь ли ты заработать репутацию и третье, будет ли у тебя удача по твоей дороге. То есть, как бы, вот оно и все. Ну, а конкуренции у вас много в этой отрасли? Ну, вообще, рынок-то, он такой, конечно, то есть, как можно назвать, в этой отрасли важно то, что... Надежность, да? Как бы, то есть, что ты за определенную цену выполняешь в определенный срок. То есть, сроки очень важны в больших проектах. То есть, они важнее, как бы, как говорится, денег. Потому что, если ты не вписался в сроки, ты там, штрафные санкции и так далее, там, вся стройка передвигается. Ну, когда ты конкурируешь с, как говорится, папа, например, какой-то с ребенком своим работает, ездит на Хиасе, как бы, вдвоем что-то крутит, пертит и делает, конечно, ты с ними не можешь конкурировать. У тебя на большой компании у тебя много затрат, которые, как бы, нет у других таких маленьких предпринимателей, которые работают как это, как частный предприниматель, да, ЧП. Вот. У нас, естественно, много других затрат. То есть, содержать штат 40 человек, там, автомобили, офис, много разного оборудования, то есть, страховки, все, что тут накладывается, и так далее, и так далее, социальная, все, вот эта ответственность. Естественно, конечно, это за счет этого идет удорожание всего. Конкуренция большая, но в данной ситуации эта компания, она одна из ведущих компаний Финляндии по бетонным швам, поэтому, как бы, у нас очень хорошая репутация, она знает, нас вызывает из-за того, что мы выполняем качественную работу, поэтому мы можем брать здесь качеством и ценой одновременно. То есть, мы не стремимся к тому, чтобы продать что-то очень дешево, это не та концепция бизнеса. Финский бизнесмен, какой он? Вот если его писать, там, четырьмя, пятью словами, там, если вот сейчас кто-то из моих зрителей задумал сделать бизнес с финским бизнесменом, как к нему вот можно подойти? Финские люди, они очень просчитливые, то есть, как бы, вот если посмотреть на, вообще, глобально на финские какие-то достижения, что Финляндия достигла, то есть, они больше, наверное, как бы, с точки зрения того, что они что-то просчитывают, очень долго там, вычисляют, продумывают, не делают лишних рисков, никаких русский предприниматель, он очень принимает быстрые решения, принимает какие-то риски и так далее. Что пожелаешь подписчикам канала? Инвестируйте в себя, открывайте свой бизнес, занимайтесь тем, что вы любите и верите в себя. Самое главное, верить в себя и, я считаю, достигать тех целей, которые, как бы, самому хочется. Аминь. Да.